Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня мы записываем это видео для библейского портала экзегет и продолжаем читать, разбирать первую маковейскую книгу. Сегодня мы читаем вторую главу этой замечательной книги. Напомню, что в первой маковейской книге описываются события, происходившие в первой четверти II века до н.э. И события эти очень скорбные, печальные и трудные для населения Израиля. Антиох Епифан, Антиох IV, представитель династии Селевкидов, которые унаследовали часть империи Александра Македонского, сделал Израиль своей провинцией, частью своей империи. И не просто обложил население Израиля подать ее, что можно было бы потерпеть чуть позже. Например, римляне через 150 лет это сделают. И Израиль терпел некоторое время римское владычество. Не просто какие-то гонения воздвиг на Израиль, но он требовал от населения Израиля отречения от веры, отречения от верности закону Божию, отречения от всех тех обычаях и установлений, которые на протяжении многих поколений были главным, что объединяло израильский народ, было главным, что вдохновляло жителей Израиля. И в самом Израиле по-разному отнеслись к этим обстоятельствам. Были люди, которые охотно, как бы мы сказали, не за страх, а за стовесть подчинились требованиям Антилоха и Епифана. Но были и те, которые говорили, нет, лучше мы умрем, но от закона мы не откажемся. И вот о деятельности этих людей мы продолжаем чтение. Вторая глава первой Маковейской книги. «Вон и дни», то есть в те самые дни, когда происходили эти события, Мататтия, сын Иоанна, сына Симеона, священник из сынов Иоарива, оставил Иерусалим и поселился в Мадыине». Я читаю Маковейскую книгу по замечательному, не так давно вышедшему переводу, Брагинской и Шмайной Великановой. И вот вторая глава начинается с того, что этот Мататтия, священник, по каким-то причинам ушел из Иерусалима. В чем были эти причины? Ну, те, кто читали первую главу, знают, что Иерусалим захвачен и сделан оплотом как раз полководцев Антилоха и Епифана. Храм разорен, храм осквернен. Антилох Епифан разграбил храм и похитил все те сокровища, которые в храме хранились, и утварь священную, и какие-то денежные средства, которые, может быть, и некоторые частные люди хранили в храме. Не было тогда каких-то других возможностей. И сам Иерусалим был превращен в такую крепость, где именно захватчики обосновались. И поэтому Мататтия, который был священник, служил при храме, он ушел из Иерусалима и поселился в каком-то небольшом городочке, который называется Мудеин. У него было пять сыновей. Иоанн по прозвищу Гадди, Симон по прозвищу Фаси, Иуда по прозвищу Маковей, Илиазар по прозвищу Аваран, Иоанн по прозвищу Абфуз. Это была достаточно распространенная практика, когда каждому человеку, кроме основного имени, давали какое-то прозвище, а в некоторых случаях второе имя. И когда через некоторое время будут писаться Евангелия, то мы прочитаем, что очень многих персонажей, очень многих учеников Христовых тоже несколько имен. Иоанн, Марк, ну и много-много других примеров. Почему? Потому что имен в Израиле было не так много, не такой большой был список, из которых выбирались эти имена и назывались люди. В священнических семьях обычно очень строго называли в честь каких-то более старших, уже почивших сродников. И как определить, какой это Симеон, тот или другой фамилии, тоже не использовали. И вот давали такое второе имя или прозвище. Поэтому эти пять сыновей имеют каждое свое прозвище. Не у всех этих прозвищ понятна этимология, понятен смысл. Скорее всего, первая маковейская книга была изначально написана на древнееврейском языке, потом переведена на греческий. Греческий текст до нас дошел. И вот в переводе мы уже не всегда понимаем, а какое же слово там было изначально. Можно только какие-то предположения делать. Но вот из всех этих сыновей для нас наибольший интерес представляет не старший сын, не Иоанн по прозвищу Гадя, даже не второй, а третий сын, Иуда по прозвищу Маковей. И вот по его прозвищу книга носит название Маковейской книги. Те события, которые описаны в этой книге, называются маковейскими воинами. И не только эта книга, но и вторая маковейская, и третья маковейская, и даже есть еще четвертая маковейская, которая, правда, не входит вот в такой традиционный список книг Библии. Вот все это произошло от прозвища Иуда Маковей, о котором мы еще много будем читать. Есть разные предположения, что означает Маковей, но наиболее распространенное, традиционное такое толкование, что это означает молот. Может быть, это прозвище было дано ему в силу такого вот особенного, несгимаемого характера, пробивного, молот пробивает. Вот, и мы увидим, что он действительно обладал таким характером. Может быть, какие-то были другие причины. Есть версия, что вот в момент рождения голова имела какую-то особую форму, вот тут только-только рожденного ребеночка, напоминающий, так вот чуть-чуть молот. Но так или иначе, вот его прозывали Маковей, и это было, впоследствии стало не только его названием, но дало наименование всем вот этим маковейским книгам. И вот, значит, Мататтия вместе со своими сыновьями, священник, уходит из Иерусалима. «Он увидел богохульство, творящееся в Иуде и в Иерусалиме, и сказал». И дальше такой очень красивый поэтический кусок. Это очень в духе Ветхого Завета. Многие герои, которых мы читаем на страницах Ветхого Завета, в разных обстоятельствах, в том числе в скорбных, в экстремальных, слагают особые песни, особые молитвы, особые стихи. И вот здесь тоже, хотя это такая вот поздняя библейская книга, но здесь тоже вот герои постоянно в стихах изливают свои чувства. И, может быть, это та форма, в которой проще выразить очень сильные чувства. Мататтия говорит так. «Горе мне! Зачем я родился на свет? Чтобы увидеть, как гибнет народ мой. Погибает столица святая. И сидеть здесь, когда отдают ее в руки врагов, он ушел из Иерусалима и со стороны вынужден наблюдать за тем, как столица погибает». Конечно, именно речь об Иерусалиме. «Ее столицу отдают в руки врагов, святилища в руки чужие. Ее храм, как супруг опозоренный, в плен угнали сосуды славы ее, убивали младенцев, настогнах ее, ее юношей вражьим клинком». Мы видим, что прежде всего печалится он об осквернении и разорении храма. «Святилище предано в руки чужие. Храм стал как опозоренный супруг. Сосуды». Скорее всего, речь идет о драгоценных сосудах, которые использовались для совершения ветхозаветного богослужения. Все это похищено и передано в чужие руки. «Есть чужак, кто в хором ее не вселился. Кому не досталась она на поток и грабеж. Все убранство ее растащили. И свободной стала рабыней. И вот наша святыня и наша краса, наша слава, все это пришло в запустение. Язычники все осквернили. Для чего же нам жить теперь дальше?» Мататия мыслит служение Богу как смысл, как центр всей жизни. И когда храм разрушен, когда богослужение остановлено, он священник. «Зачем мы жить дальше, если нет храма?» Так вот поэтически он взывает. Мататия и его сыновья разодрали на себе одежды, надели в лосинице, подняли громкий плач. Тут пришли в город Мадеин от царя принуждать к отступничеству, чтобы принесли жертвы языческим богам. Многие из народа Израиля присоединились к ним, привели им Мататию с сыновьями. Посланцы царя обратились к Мататии и сказали ему такие слова. «Ты в городе человек влиятельный и почтенный. Опорой тебе служат сыновья и сородичи. Так выйди же первым, исполни приказ царя, как исполнили его все язычники и все мужи Иуды и те, кто остался в Иерусалиме. Тогда ты со своими сыновьями будешь в числе друзей царя. Тебя и сыновей твоих пожаловать серебром, золотом и множеством подарков». Мы видим, как здесь начинает обостряться конфликт противостояния между теми, кто верен царю, то есть Антиоку и Епифану, его политике, и Мататии, его сыновьями, и теми, кто потом станут соратниками сыновей Мататии. В город направляются какие-то посланники от царя, в город Мадеин, туда, куда ушел Мататий из Иерусалима, и требуют, чтобы все исполняли царский приказ. Какой царский приказ? Отказаться от древних обычаев, перестать исполнять закон Божий. Зачем это было нужно Антиоку и Епифану? Это большая загадка. Почему он развернул такие вот беспрецедентные религиозные гонения? Ну, казалось бы, ну вот обложил людей данью, ну что еще нужно? Взял в плен каких-то людей, разграбил храм, ну что еще нужно? Ну по каким-то причинам он ненавидит саму ветхозаветную религию. Ему хочется, чтобы все придерживались тех эллинистических традиций, той культуры, в которой он сам был воспитан, и которую он считал правильной. Он требует отречения от всего жителя Израиля от своих древних отеческих законов, от закона Божия. И вот эти посланники приходят в Мадеин, обращаются к Матате, и пока так уговорами, лаской, еще даже не угрозами, говорят, подчинись приказу царя. Ты знатно известный в городе человек. Ну, священник, конечно, уважаемый человек. Пришел в небольшой городочек из столицы, священник из столицы, прибыл вот в этот Мадеин. Конечно, все к нему присматриваются, прислушиваются. Если он подчинится царю, ну, наверное, большое количество людей пойдет за ним. Если он будет верен, наверное, многие верен закону, верен тем отеческим обычаям, в которых они возросли, верен Богу, вере своей, то, наверное, многие так тоже к нему присмотрятся и не будут торопиться с тем, чтобы подчиняться требованиям Маттеоха и Епифана. И вот его уговаривают, подкупают. Ты будешь в числе друзей царя, если ты подтянишься. Тебя, твоих сыновей, пожаловать серебром, золотом и множеством подарков. Ну, вообще, разумный человек, наверное, такой вот думающий о земном, наверное, задумался бы. Но Маттея в ответ говорит громким голосом, пусть все язычники в доме царства царя послушны ему. И всяк от Бога почитания отцов своих отступился, исполняя его повеление. Я и мои сыновья и сородичи будем и дальше поступать по завету отцов наших. Избави нас, Боже, оставить законные предписания. Слов царя мы не послушаем, не уклонимся от нашего богопочитания ни вправо, ни влево. Вот такая удивительная верность закону, такая удивительная сила духа. Ему не нужно ни золото, ни серебро, ни какие-то земные блага, ни безопасность, ни покой, ни комфорт, ни стать другом царя. Речь идет, вероятно, о какой-то очень высокой должности, потому что дальше будут упоминаться эти друзья царя, это какие-то полководцы. Может быть, если обмотать я согласился, он мог бы быть от лица Энсиоха Епифана каким-то управителем этой местности. Но он говорит, нет, кто угодно пусть отходит. Тех своих сородичей, жителей Израиля, израильтян, которые уклонились от веры в истинного Бога, он уже называет язычниками. Пусть все язычники, хоть во всем Израиле, подчинятся законам царя, это их дело. Я и мои родственники, мои дети этого делать не будем. Мы сохраним верность закону и не уклонимся ни вправо, ни влево. Подобный очень трудный выбор очень часто стоит и перед нами, и сегодня. Вот как нам поступить? По человечеству удобнее, комфортнее, вот так. А верность, долг, честь, они нас призывают к чему-то другому. И вот пример Мататтии, в этом смысле он, это не только, когда мы читаем, напоминает нам об этих удивительных событиях, которые происходили тогда. А это что-то такое, что, как вообще и все библейские рассказы, имеют отношение к нашей сегодняшней жизни. Когда мы встаем перед каким-то выбором, а мы очень часто перед ним встаем, почти всегда, почти каждый день. Вот слаще, приятнее, проще, безопаснее, комфортнее поступить так. Удовольствие больше получишь так, как кажется иногда. А верность, долг, достоинство, они призывают нас к чему-то другому. И вот Мататтия делает этот непростой выбор в сторону верности. «Едва он умолк, он сказал, не подчинюсь указам царя, буду верен закону Божию, едва он умолк, как некий иудей, подошел, чтобы у всех на глазах принести жертву на жертвенники в Мадеине по приказу царя». Вот Мататтия отказался исполнять то, что ему приказал этот послание к царя, а кто-то другой выскочил. «Я готов, я хочу серебро, золото, стать другом царя, я немедленно готов принести идульскую жертву». Находятся такие люди. «Увидел это Мататтия и воспылал ревностью, почки его задрожали, он дал выход праведному гневу, он подбежал и заколол этого человека на алтаре, а следом он убил и посланца царя, принуждавшего принести жертву. Алтарь разрушил, он возревновал о законе и сделал то, что Финиес сделал Замбри, сыном Солома. Но мы видим, что Мататтия такой горячий человек, может быть, похожий на пророку Илью в чем-то. Когда-то пророк Илья не вытерпел того, какое огромное количество людей отступило от веры в истинного Бога и тоже физически уничтожил, убил большое количество языческих жрецов. И здесь, когда Мататтия очень драматически, он говорит, «Я не отступлю, мои сыновья не отступят», а кто-то другой выскочил, говорит, «Я отступлю, я готов, я готов принести идольскую жертву». Вот он не потерпел этого и убил этого человека, а потом убил и послание ко царя. Громким голосом выкрикивал Мататтия по городу такие слова, «Всякий, кто ревнует о законе и отстаивает завет, пусть выходит следом за мной». И вместе со своими сыновьями он бежал в горы, бросив в городе всё своё добро. Понятно, что благополучная, нормальная жизнь в городе уже невозможна, что скоро придут после того, что произошло, убит тот, кто согласился на указы царя, убит послание к царя, что в каком-то смысле ещё опаснее, в таком буквальном смысле. И оставаться в городе уже невозможно, простое человеческое счастье уже это совсем не то, чего стоит ждать. И вот он уходит в горы и зовёт с собой всех, кто хочет, всякий, кто сохранил верность закону, всякий, кто ревнует о законе, пусть идёт за мной. И вот Мататтия, группа его приверженцев, уходит из города в горы, чтобы там готовиться к следующим столкновениям и чтобы там сохранять верность закону. В то время многие, взыскуя правду и суда, ушли в пустыню, чтобы поселиться там самим со своими детьми, жёнами, стадами, потому что гнёт сделался непереносим. Есть такие, кто, как этот человек, готовы подчиниться царю и его приказом уступить от закона, но много и таких, которые верны закону, и которые уходят из города, чтобы прятаться и, несмотря на опасность, продолжать исполнять все предписания Божьего закона. А людям, царя и войскам, стоявшим в городе Давида в Иерусалиме, сообщили, что какие-то люди презрели царский приказ и ушли в тайные места в пустыне. Ну, вот это, казалось бы, такое мелкое по историческим масштабам происшествия. В каком-то городке вот такой небольшой произошёл казус, вот кто-то отказался подчиниться, убийство там произошло. Вот это дошло до Иерусалима, до столицы, подчинённый Антиоху Епифану. И люди царя, войска, об этом узнают. И войска устремились следом, догнали, разбили рядом с ними стан, а в субботний день выстроились в боевом порядке. И сказали они им, выйдите сюда и сделайте послову царя и будете живы. Вот, значит, некие войска, которые подчинены Антиоху Епифану, идут в пустыню, туда, куда спрятались вот эти люди, старающиеся сохранить верность закону, выстроились перед ними в день субботний. Почему в день субботний? Да потому что они прекрасно знали, что по обычаю иудейскому, по ветхозаветному закону, субботний день это святой день, в который запрещается делать любое дело. Вот они спрятались в горах, в пустыне, в пещерах, даже выйти из этих пещер это уже, вообще говоря, нарушение этого закона, потому что вот по тем правилам, которые были приняты, основывающимся на ветхозаветном законодательстве даже какое-то большое путешествие совершать, куда-то идти в этот день уже является нарушением субботнего покоя. И вот войска приходят в субботу специально становятся перед пещерами, выйдите, выходите оттуда, тогда мы вас пощадим. Но те сказали, не выйдем и не исполним царского приказа осквернить в субботу. Тогда враги бросились на них, а те не отвечали им, даже камни в них не бросили, не стали заваливать доступ в убежище. И говорили они, пусть мы все умрем непорочными, свидетелями нам небо и земля, вы расправляетесь с нами бессудно. Но войска напали на них в субботу, и они погибали с женами, детьми и стадами. Душ человеческих около тысячи. Вот такая страшная драма. Люди предпочли отдать свою жизнь, но остаться верными, остаться непорочными, ни в чем не пригрышить против установлений божьих. Вооруженные войска приходят против мирных людей, которые спрятались в этих пещерах. Все, что они хотят, это, чтобы им позволили исполнять заповеди закона. Все, что они готовы и подать, и платить, они готовы подчиняться тем обстоятельствам, которые есть, но они не готовы отступить от закона. И вот они даже сопротивляться в субботу не стали, потому что суббота святой день, в который нельзя совершать никакой работы. Ни камнями завалить входы в пещере, ничего они не сделали. Они сказали, лучше мы умрем, но умрем непорочными. Свидетелями нам небо и земля. Небо и земля это образ всего мироздания. Вот когда мы открываем первую главу творил Бог небо и землю. И толкователя, как иудейские, так и христианские потом, они говорят о том, что эти небо и земля это иносказание, это не грунт и атмосфера, а это все, что мы вокруг себя видим и ощущаем и знаем, что есть. Земля это материальный мир, то, что можно пощупать, потрогать, увидеть какими-то приборами это поймать. А небо это духовный мир. Это то, что невидимое, то, что невозможно уловить никакими приборами и никакими чувствами это поймать. Это мир, который населен ангелами. Это мир, к которому имеют отношения наши собственные души человеческие. Вот человек, он с одной стороны в материальном мире живет, а с другой стороны принадлежит и духовному миру. У нас есть душа, дух, мы вот так между. Я связь миров повсюду сущих, говорил Державин. И в символе веры поясняется, мы верим в Бога, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Древнегреческие философы называли это, потом некоторые святые отцы тоже вслед за ними, мир чувственно постигаемый, то, что можно с глухом, осязанием, вкусом, нашими пятью чувствами ощутить и постигнуть, и мир умопостигаемый. И вот это все есть, небо и земля вместе, это и есть мироздание во всей его полноте. И вот эти люди, которые прятались в пещерах и погибали там за верность закону, они говорили, пусть мы все умрем непорочными, свидетелями нам небо и земля. Все мироздание видит, что мы, да, отдали свои жизни, но сохранили то, что для нас важнее жизни, верность закону. Узнав об этом, Мататия вместе с близкими горько их оплакивали. Тысячи человек погибло. Тех, кто, так же, как Мататия и его сыновья верен закону. Их братья, сестры, единоверцы погибли как мученики. Хотя такого понятия даже мученичества еще не было, но это вот такой первый, может быть, пример массового мученичества. Говорили они друг другу, если мы все будем делать так же, как наши братья, не станем воевать с язычниками за нашу жизнь, за наше установление. Скоро они, то есть язычники, сотрут нас с лица земли. В тот день они держали совет и приговорили так, если кто пойдет на нас войной в субботу, станем биться против него и не погибнем все, как погибли наши братья в своих укрытиях. очень непростой вопрос стоял перед Мататией и теми, кто вместе с ним были участниками этого совета. Дальше-то как? Вот в субботу будут на нас нападать. Если мы вообще не будем сопротивляться, всех нас истребят, сотруд с лица земли. А нарушить субботу тоже нельзя. И что же? Тогда получается неправильно поступили эти люди? Решение невероятно тяжелое. Но Мататия и его советники, они при верности закону, они не фанатики. И они, да, оплакивая вот тех мучеников, которые даже за верность вот этой заповеди положили свою жизнь, они сказали, нет, тут мы должны примиряться к обстоятельствам. Почему? Позже Христос об этом скажет в Евангелии, потому что не человек для субботы, а суббота для человека. У Мататии было вот это понимание. Не заповедь сама по себе нужна и все остальное должно быть важна и все остальное должно быть принесено в жертву этой заповеди. Нет, заповедь дана для того, чтобы человек возрос в свой полный рост, для того, чтобы человек в себе имел бы достоинство, для того, чтобы через эту заповедь человек возрастал бы над тем, что можно назвать существованием и жил бы полной жизнью. И суббота для человека. И потом даже в иудаизме это сохранилось, что если речь идет о спасении человеческой жизни, то ради этого суббота может быть нарушена. это не нарушение субботы, это исполнение субботы, когда спасается человеческая жизнь. И вот Мататтия, его близкие, впервые приняли это решение, Иосиф Лавий потом об этом тоже напишет в своих трудах исторических, что вот это решение впоследствии было принято и всеми исполнялось, что даже и в субботу, но в случае опасности для жизни нужно оставлять предписания, защищаться, сражаться, сопротивляться для того, чтобы весь народ не был уничтожен. И тогда к ним собралось собрание оседей в сильное войско Израиля. Каждый из них был добровольцем закона. Все, кто бежал от бедствий, присоединялись к ним, становились для них подкреплением. Они собрали войско и в гневе своем разгромили грешников и в ярости своих отступников, а оставшиеся в живых бежали спасаться к язычникам. Мы видим, что вокруг Матати и его сыновей собираются и другие люди, вот какие-то оседеи, не совсем понятно, кто это, видимо, какие-то праведники. Вероятно, слово оседей связано со словом хэсет, милость, праведность, это очень многозначное слово. И вот какая-то группа оседеев и другие люди, которые приверженцы закону, они стали собираться вот где-то в пустыне вокруг Матати и его сыновей. И они организовали какой-то такой вот отряд, который сражался с язычниками. Вероятно, речь идет прежде всего не о армии Антиоха и Пифаны или каких-то приверженцах Антиоха и Пифана, а прежде всего о тех, кто стали отступниками среды самого израильского народа. И так же, как вот был этот первый отступник в Мадейне убит Матати, так же они вот карали тех, кто отступался от веры отцов и поступал этими принципами веры, верности и подчинялся требованиям Антиоха и Пифана. Матати со своими ближними обошли кругом страну, разрушая алтари своей властью обрезали необрезанных детей, которых нашли в границах Израиля. А сынов Спеси прогнали и все само шло им в руки. Они вырвали закон из рук язычников отцарей и не отдали рога грешнику. Подошел день смерти Матати и он сказал своим сыновьям. Матати возглавлял эту группу сопротивленцев, тех, кто отказывались подчиняться языческим требованиям и они как-то ходили, брали младенцев, обрезывали. Всех кого-то силой, а кого-то убеждением призывали быть верными закону. И вот подошел день смерти Матати. Он был, видимо, уже немолодым человеком, и он сказал своим сыновьям. Дальше опять такой очень красивый поэтический отрывок. Что-то похожее на то, как некоторые другие персонажи Ветхого Завета тоже перед смертью дают какие-то особые благословения, особые пророчества говорят о своих потомках. И вот Матати тоже так же делает. Ныне упрочились спеси поругания, пришла пора бедствий и гнева яростного. Ныне дети возревнуйте о законе и отдайте жизни своей за завет отцов наших. Помните о тех делах, что отцы совершили в своих поколениях, истяжайте великую славу и увековечьте имя свое. Матати умирая не говорит детям, старайтесь спасти свои жизни, будьте осторожны, берегите себя, он говорит им что-то совсем другое, возревнуйте о законе, отдайте свои жизни за завет наших отцов. Удивительно. Он пытается их убедить, чтобы они ни в коем случае не отступили, и привозит им примеры, которые мы с вами знаем, примеры из священного Писания. Разве не испытанием доказана верность Авраама? Разве не вменилась она ему в праведность? Иосиф в пору бедствий своих соблюдал заповедь и стал владыкой Египта. Конечно, мы помним историю Авраама, какие испытания он переживал, и, может быть, главное из этих испытаний, это когда Авраам своего сына, возлюбленного Исаака, готов был принести в жертву по повелению Божию, но потом Господь его остановил, и вот он доказал свою верность, он сына не пожалел, и здесь Мататия тоже не жалеет сыновей, говорит, вы отдайте свои жизни, но сохраните верность закону. Иосиф, проданный в рабство, казалось бы, ну все, вот он стал вещью, потерял всяческое земное упование, оказался на чужбине рабом, и вот из этого состояния Господь возвеличил Иосифа прекрасного, все мы помним то, что случилось с ним в Египте, и он стал владыкой. Финиес, отец наш, ревную ревностью обрел завет вечного священства, Иисус, исполнив повеление, стал судьей в Израиле, Иисус новин. Халеб, за свидетельство перед собранием народа, получил в удел землю, Давид, за милость свою, унаследовал престол царствия навеки, Илья, ревную ревностью о законе был взят на небо, Анания, Азария, Мессаил верую спаслись от пламени, Даниил за свою непорочность был избавлен от пасти львов. Огромное количество примеров, которые все были, конечно, очень хорошо знакомы сыновьям Матати, он был священник, и вообще все в народе израильском прекрасно знали Писание, тем более сыновья священника, и вот он их вдохновляет, что Господь прославляет тех, кто им уверен. «Потому знайте из рода в род, кто уповает на него, то есть на Бога, не дрогнет, а слов грешника не страшитесь, его слава станет навозом и червями, сегодня он превозносится, а завтра его и не отыщешь, он возвратился в персть, а расчеты его пойдут прахом, дети, мужайтесь и будьте тверды в законе, ибо в нем вы прославитесь». Казалось бы, слава-то у кого? Слава у Антиоха Епифана, он руководитель Великой империи, ему подчинены армии, народы, он делает, что хочет, вот хочется ему иудаизм извести, он в общем-то это делает, преуспевает в этом, но это временная слава, это слава, которая обращается в навоз и червей, как говорит Мататия, не такой славы нужно искать, искать нужно славы другого порядка, и Господь вот в Евангелии он позже скажет, не ищите себе сокровищ на земле, ищите себе сокровищ на небе, там, где вор не крадет, там, где никакие вредители не уничтожат эти сокровищ, все земное, оно погибнет рано или поздно, а вот то сокровище, которое связано с жизнью духа, в том числе верность, это то, что не погибнет ни конца. антиоха эпифана слава давным-давно прошла, истлела, уже нет таких людей, которые его почитали бы, ему бы всматривались бы в его деятельности, старались бы ему как-то следовать, а вот те, которые с благодарностью и с почитанием всматриваются в славу вот этих мучеников, верных до конца закону, вот такие люди на земле есть, так что прав был Мататия. Вот Симеон, брат ваш, я знаю, что он муж совета, слушайтесь его всегда, он будет вам отцом, а Иуда Маковей с молоду сильный воитель, будет вам военачальником и повезет войну с язычниками, а вы соберите у себя всех, кто творит закон и местью отомстите за свой народ, воздайте воздаянием язычникам и внимайте по велениям закона. Вот такие наставления Мататия дает своим детям перед своей кончиной, интересно, что он выделяет среди пяти сыновей Иуду Маковея, который третий сын и говорит, что он будет военачальником, видимо, Иуда отличался какими-то особыми качествами, которые вот так обращали на себя внимание и так и стало действительно, Иуда стал военачальником над всеми, кто сопротивлялся деятельности антиоха Епифана. И также Симона тоже Мататия выделяет. Вот Симон, брат ваш, я знаю, что он муж совета, слушайтесь во всегда, он будет вам отцом. То есть отец уже вот садал некоторую иерархию на будущее. Это очень важно, чтобы не было потом никакой вот анархии, смятения, непонимания. Все прислушались к авторитету Мататия и стали подчиняться даже не старшему брату, а именно Иуде и Симеону. Затем он, Мататия, благословил их, приложился к своим отцам. Умер он в 146 году, был похоронен в отеческой гробнице в Мадеине и весь Израиль горько его оплаковал. Ну, надо понимать, что то летоисчисление, которое использует автор первой Макавейской книги, это не то летоисчисление, которым мы пользуемся. Это связано как раз с этими династиями наследников Александра Македонского. А смерть Мататия это вероятно вот где-то там 165 год до нашей эры по привычному нам летосчислению. Вот примерно в это время. Может быть, чуть раньше. Очень так вот библейское выражение, что Мататия умер, приложился к своим отцам. Вероятно, его очень торжественно погребли, и его тело еще была тогда такая возможность, вот положили в древние гробницы, где были похоронены правоццы Израиля. весь Израиль горько опакивал этого человека, вот его авторитет, созданный именно верностью, созданный верой в Бога, он был таким, что Израиль, то есть те, кто сохранили веру, верность, вот они опакивали этого человека. Мы записывали сегодня видео для библейского портова и разбирали вторую главу первой Маковейской книги. Спасибо за субтитры!